Как эффективно бороться с нелегальной продажей алкоголя и наркотиков? Таким вопросом задались депутаты городской думы на очередном комитете по правопорядку. С наркотрафиком, например, народные избранники предложили вести борьбу с помощью новейшего оборудования и жесткой позиции. А что делать со спиртом? С подробностями Дмитрий Подлесной. Около 20 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте в прошлом году. По данным полиции, даже в крупных сетевых магазинах каждая вторая бутылка – подделка. А что говорить о придомовых магазинчиках? Продажа алкоголя в жилой зоне по-прежнему является одним из основных факторов поддержания серьезной криминогенной обстановки в городе. Пьяный человек имеет больше шансов либо совершить преступление, либо стать его жертвой. Полиция утверждает, проверки проводит постоянно. Правда, тщетно. Неоднократно и не только нами, и прокуратурой, и другими заинтересованные надзорными органами проводились проверки, естественно. Если нарушений в их деятельности не усмотрено, какие мы меры должны принимать сегодня. Алкоголь продавать нельзя детям без лицензии после восьми вечера. Казалось бы, правила очень просты. Однако, по данным общественных организаций, тосовцев и депутатов, и этот небольшой свод законов бизнесмены не соблюдают. Это бизнес достаточно прибыльный, и я в круглосуточном режиме каждому объекту торговли сотрудников полиции не поставлю. Где сигналы поступают от общественности, в том числе и от депутатов, и от общественных организаций, мы стараемся реагировать. Видимо, меры взыскания, которые применяют полицейские, для бизнесменов незначительны. Оно и понятно. Сегодня это штраф в размере одной тысячи рублей. Стражи правопорядка предложили полностью исключить торговлю алкоголем жилой зоны. Однако, в результативности таких кардинальных мер усомнились депутаты. У нас сегодня существует десятки, если не сотни, торговых точек, где уже незаконно торгуют. Уже незаконно торгуют. То есть, по вашему предложению тогда, да, вот вы говорите, что да, надо запрещать там вообще. То есть, их будет уже тысячи незаконных. Тысячи. Но они как работали, так и будут работать. Теневой рынок продажи алкоголя будет жить до тех пор, пока полицейские не начнут его контролировать постоянно, а не по сигналам общественности. Более того, народные избранники подметили, что сотрудникам правоохранительных органов стоит серьезнее относиться к этой сфере деятельности. Проблема следующая. Приходит сотрудник полиции, нет лицензии. Он составляет протокол изъятия и оставляет тут же этому продавцу на ответственное хранение. Что он делает? Он продает эту продукцию дальше. С таким доверием к провинившимся предпринимателям и штрафам в тысячу рублей порядок в городе не навести. Тем временем в Сургуте уже зафиксирован рост практически на треть преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Что еще раз доказывает, пора принимать меры. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.